Культурную акцию «Ночь музея» в этом году наибуйнейшие выставочные и музейные установы Гомеля вырешили провести урозные дни, как у гомельчан была макшимость наведать усе. Первая его организовала картинная галерея Гаурела Вашенки, где для акции перекрыли в улицу Карповича. И владели святы не только в выставочных залах, но и на прилеглых территориях под открытым небом. Сегодня впервые в областном центре гомельчане, гости нашего города, смогли увидеть театр на улице. Это впервые. Ну и, конечно же, мы пригласили гостей из города Чернигово, из города Минска. Это будет потрясающее световое шоу. В прошлом году мы, гомельчан, радовали огненным шоу, но в этом году решили немножко программу изменить и сделали световое шоу. Для аматоров выявленных мастерства открыли все действенные выставочные залы. На выбор работы с краизнавшего музея Витебска, репродукции картин с усветно-ведомых мастерков, текстильная скульптура и ведомыш полотна Гаурела Вашенки. В целом тут працевало одразу семь пляцовок. Организаторы зарабили ставку на разностаенность и поспробовали уличить интересы гомельчан у всех взрослых. Тут можно было убачить театральные постановки, вокальные номеры, прокатиться на каруселях и навод пострелять с оправданного лука. Мероприятие уже последние годы настолько громкое, что не узнать его просто нельзя было. Я уже последние три года посещаю, и с каждым годом мероприятие набирает все больше и больше обороты. Это очень приятно здесь проводить время, с каждым разом все больше и больше мероприятий, и каждый может найти для себя что-то по интересам. Те, кто увлекается искусством, могут поучаствовать в росписи. Боди-арт нам предлагали, правда, испугался это сделать. Несколько лет мечтал из лука пострелять, искал школу из лука. Да, не доводилось. Вот сегодня, несмотря на очередь большую, все равно вот стою, жду, наконец, моя мечта сбудется. Найбольшая видовищная частка шоу почалась, когда город накрыл з мрока. Оптичный иллюзионист Мартин Март из Минска продемонстровал, как малевать светло. Свою программу так само представила троу светлового перфоманса министры ли из Украины и гумельские маэстры интерактивного светлового шоу. Мы постарались показать световое шоу с элементами и светодиодных крыльев, светодиодные веера, все, что было красиво и с таким вдохновляющим личным настроем. Ну и закончить на драйвовой такой нотке. Над пятигодинной культурной программой працевало больше як 100 человек. Оценили их на Магане, а май – 4 тысячи наведовольников. Такие личбы побили усе рекорды попередних годов. И это, як нельга лепш, подсверджая звание одной из ведучих культурных установ Гомельшины. По выниках работы у минулом годе картина галерея «Горела Вашченки» занесена на областную дожку гонору. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадо «Кампания Гомель».